Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Александра Сохина. И Светлана Занько. И мы начинаем вторую тему. Фонд «Птица счастья» проведет в Кирове благотворительный балл. Да, это очень важное на самом деле событие. Я надеюсь, что я тоже там побываю и с места событий уже расскажу. Но это будет в декабре. Важно сейчас нам показалось рассказать про этот балл и про это мероприятие. Потому что и почему вы поймете сейчас, когда все наши гости заговорят. А в гостях у нас Юля Савиных, директора благотворительного фонда «Птица счастья». Юля, добрый день. Добрый день. Александр Хохряков, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Российского медицинского научно-производственного центра «Расплазма». Александр, добрый день. Добрый день. Мария Логинова, начальник отдела донорства. Ой, как это выиграет. Выговорит гемопоэтических стволовых клеток Российского медицинского научно-производственного центра «Расплазма». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Рылов, заместитель генерального директора по научной работе не гематологии и переливания крови. Андрей Валентинович, добрый день. Рады снова вас видеть в нашей студии. Добрый день. Начнем с благотворительного балла. Что это такое? Когда? И когда, Юля? 10 декабря мы проводим первый благотворительный вечер, который будет посвящен именно деятельности нашего фонда «Птица счастья» и совместной деятельности, которую мы ведем с Росплазмой и с Кировским НИИ гематологии переливания крови. Ну, коротко. В основном это будут отчеты и презентации наших общих достижений за последние два года. Будет впервые награждены в Кирове доноры, которые приедут из разных регионов. Будет, наверное, много интересного того, что еще расскажет Росплазма. Будет концерт. Ну и, конечно, будет очень много уже, большое количество людей. Это предприниматели, бизнесмены, волонтеры, люди, которые идут поддержать детей, которые находятся на лечении в детском отделении НИИ гематологии. То есть это, в принципе, будет вечер, посвященный деятельности, отчетам, чтобы те, кто захочет когда-то помочь нашему фонду и деткам, которые находятся на лечении, они могли в дальнейшем тоже начать стартовать это делать. Это очень важное, на самом деле, событие и мероприятие, потому что все, что касается благотворительности и волонтерства, мне кажется, что в Кировской области мы об этом просто очень часто говорим здесь, в нашей студии. Пока еще на таком уровне любительском, а выходить хочется на уровень уже более серьезный, потому что когда слышишь отчеты и видишь мероприятия больших федеральных фондов и понимаешь, какие серьезные они могут принимать там решения, да, и какие объемы они могут проворачивать в связи с тем, что очень раскручены, там есть популярные лица, там есть бизнесмены. Но хочется, чтобы у нас был такой же масштаб. Вот фонд «Птица счастья», он как раз на таком уровне сейчас уже и работает. Об этом, мне кажется, уже можно сказать, Юля, не скромничая. И мы сегодня об этом тоже расскажем немножко нашим слушателям, потому что работа с детьми, которые в ней генетологии находятся, идет давно, да, сколько лет уже? Пятый год. Пятый год. И Юля совершенно правильно, мне кажется, выбрала направление, потому что нужно находить не просто волонтеров, людей, которые там приходят, помогают, но нужно находить средства. Без средств никуда. И вот сразу нужно сказать, что этот благотворительный балл, он кроме отчета и кроме благодарности будет иметь своей целью сбор денежных средств. Да, конечно. Это финансовая поддержка большая, причем она уже на сегодняшний день. Скажи сразу, на что идут средства, которые фонд аккумулирует? В основном на детей, на их желания, потому что птица счастья исполняет желания. Скоро Новый год, то есть у нас есть большое количество писем Деду Морозу, которые в этом году в полном объеме мы удовлетворяем, потому что детки заказывают разные подарки. И, как ни странно, в этом году большое количество людей неравнодушных к этому подключается. Плюс у нас идет, продолжается акция «Коробка храбрости», которая уже на сегодняшний день, ну, как минимум, я знаю, 8 регионов используют наш опыт, то есть мы поделились. Это интересная очень акция, мы тоже поучаствовали в прошлом году. Она продолжается, на самом деле, до сих пор, потому что… Очень простая. Расскажи, пожалуйста, в двух словах. Просто кто слышит, может, захочет присоединиться. Мы собираем маленькие игрушки лего или киндер-сюрпризы для того, чтобы дети, получая процедуры в процедурном кабинете, получили какую-то игрушку в момент манипуляций медицинских. То есть, поскольку им всегда страшно туда идти психологически и морально, с помощью вот таких вроде бы незначительных вещей, как игрушки, они делают это более охотно. Последнее время у них уже у некоторых целые коллекции, причем присылают даже из других городов эти коробки. Это просто очень реализовать. Вы берете у себя на работе, в офисе, на предприятии, ставите коробку, можно обойти, я вот так сделала. Я ее там подписала, обошла, она холдинг сообщила, написала еще в личном кабинете, что у нас коробка храбрости там-то, принимается то-то. На самом деле сделать очень легко, просто людям нужно напомнить вот про это, и они с удовольствием сложат игрушки, коих очень много, особенно у кого есть дети дома. Пластиковые игрушки, напоминаю. Да, маленькие, которые можно зажать в кулачок. И которые вот прямо вручат в руки этому маленькому человечку, которому очень нужна помощь и поддержка любая. А здесь он порадуется, отвлечется, ему будет легче. Ну да, это в первую очередь психологическая такая поддержка. Сразу будем отправляться на сайт птицесчастья, феникс43.com. Да, там все отчеты у нас есть. Там есть контакты, отчеты, если кто-то хочет в этом поучаствовать, туда зайдите, феникс43.com. А чтобы понимать объемы работы, сколько детей, которым вы помогаете, с которыми работаете? Ну, в отделении примерно находится около 30 постоянных человек. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, ну вот где-то 30-35. А сколько времени находится в среднем детстве там? По-разному, в зависимости от того, какое у них заболевание. Какие истории? Истории разные, на самом деле. Есть истории и успешные, я думаю, что мои партнеры расскажут об этом. Но, конечно, самое главное, это создать атмосферу ребенку, не больничного настроения. Не только ребенку, а в первую очередь и родителям, потому что тяжело родителям. То есть мы и психологов приводим, и устраиваем различные праздники ежемесячные. Вот, мы просто сейчас попытаемся людям рассказать, на что идут собранные средства. Да, конечно, на аниматоров, на подарки, на мыльные пузыри, на шары. Ну, то есть все банально, на самом деле, на то, чтобы дети могли улыбаться. Ну, и на какие-то вещи, которые, ну, просто, может быть, не входят в список, обеспечиваемый Минздравом. Да, это обязательно. Мы в этом году, в принципе, очень много сделали для детского отделения. То есть это новая мебель, которая появилась в отделении. Вот, это какие-то вещи, которые, поскольку люди приезжают, детки не всегда из Кирова. И Кировской области еще есть другие регионы. То есть понятно, что в больнице создать какие-то условия хозяйственные бывает сложно. Поэтому к нам врачи обращаются, они какие-то просьбы нам просят. И мы пытаемся вот эти все вещи сделать в рамках именно тех средств, которые мы собираем. Вообще, если вот рассматривать фонд, кто именно помогает, кто вносит средства? Это простые кировчане, это бизнесмены. И как построена работа с властью взаимодействия? Ну, мы как-то стараемся без власти здесь обойтись. Потому что просить у власти денег в наше сложное экономическое время достаточно, я думаю, что это безуспешно. Помогают бизнесмены, помогают предприниматели, помогают обычные люди, помогают профессионалы. То есть если это доктор, психолог или это, допустим, профессиональный аниматор, который хочет прийти какое-то шоу сделать. Приходит кукольный театр наш, приходят какие-то артисты, которые проводят различные праздники. То есть на самом деле поддержка, она не только финансовая идет. То есть у нас на сайте, допустим, есть реквизиты, конечно, можно средства перечислить. Но мы там уже смотрим по потребностям в тот или иной момент. То есть кому важнее, потому что недавно, буквально на прошлой неделе, привезли девочку из детдома, маленькую, годовалую. И не было ничего, ни памперсов, ни еды. И я, в принципе, просто выкладываю в свои социальные сети просьбы о помощи. И вот буквально там в течение суток у девочки уже, ее Лиза зовут, и памперсы, и детское питание, и фрукты. Потому что ребенок не кушает больничную еду. Ну, это вот один из примеров, скажем так. Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту. Я только скажу, что проекты, которые фонд реализует, есть еще раз на сайте Феникс 43. Вы можете туда зайти, прям кликнуть на проекты и посмотреть, что он из себя представляет, и как вы можете в нем поучаствовать. Продолжается дневной разворот. Фонд «Птица счастья» проведет в Кирове благотворительный бал. Будет это 10 декабря. И мы рассказываем, что это за мероприятие, почему важно в нем поучаствовать, кто поучаствует. И вот сейчас хотелось бы задать вопрос Андрею Рылову, заместителю генерального директора по научной работе не гематологии, а переливания крови. Андрей, вы ведь тоже соучредитель фонда «Птица счастья». Ну да, так получилось. И причинами является то, что решение тех или иных вопросов помощи нашим больным нужна достаточно согласованная деятельность. Возможности государства показания медицинской помощи и возможности благотворителей и их целенаправленная деятельность именно по тем аспектам, которые наиболее актуальны для нашего детского отделения. Вот как раз мы безусловно благодарны «Птице счастья», потому что она закрывает вот тот аспект, который не всегда мы можем эффективно решить собственными силами. Простой пример, вот только что прозвучали слова про эту девочку, могу сказать, что в принципе лечение онкогематологических больных – это чрезвычайно дорогостоящее и трудоемкое дело, которое затрагивает не только месяцы, иногда годы. То есть люди, которые попали, нечаянно попали, вот по воле, вот в случае ничего такого в нашей руке, они остаются в стенах нашего института довольно долго. Это один момент. Второй момент – это не всегда люди, которые могут рассчитывать на помощь близких людей, ну элементарно. Вот та же девочка из детского дома, ну нет никакой заботы о ней, а эту заботу надо осуществлять. Вот. В связи с этим как раз замечательно, что у нас есть фонд «Птицы счастья», который помогает нам в решении вот многих бытовых и не только бытовых вопросов. А применительно еще к тому перечню услуг, которые мы оказываем, мы можем сказать следующее. В нашем институте, он федеральный институт, оказывается помощь больным из огромного количества регионов, это и по Волжье, это и Северный Кавказ преимущественно. Вот. То есть люди и из Дагестана, и люди из Казани, люди из Ульяновска, и из Удмуртии и так далее. А с другой стороны, мы закрываем все потребности в лечении кировского здравоохранения. Мы являемся отделением, которому нет альтернативы на территории нашей области. То есть мы должны обеспечить во всех случаях кировчан, и с другой стороны, мы должны обеспечить людей, которые требуют высококвалифицированной помощи, и которые не могут ее получить в своих регионах, в том числе, скажем, в Перми, Казани и так далее. То есть в каких-то вопросах мы, безусловно, лидеры. Ну скажите, с какими заболеваниями у вас? Ну конечно, это онкогематологические заболевания и гематологические заболевания. И если в свое время наш институт когда-то был там на передовых позициях лечения, скажем, гемофилии, то сейчас, конечно, гемофилия в связи с тем, что решены проблемы обеспечения этих больных факторами и свертываниями, она отходит на второй план, эти больные становятся преимущественно облаторные, то онкогематологические больные становятся преимущественным контингентом нашего института. И основное внимание сейчас уделяется как раз лечению этих больных. Это с одной стороны. А с другой стороны, выясняется, что в лечении этих больных появляется новый аспект, это пересадка костного мозга, про которую, наверное, все слышали. Который является самым эффективным? Который является и самым эффективным, и это является зачастую единственным возможным. То есть единственный шанс у человека получить надежду даже на здоровую жизнь, это как раз пересадка костного мозга. И в этой связи возникают следующие вопросы поиска доноров костного мозга. И вот замечательно, что тут как раз представители трех направлений, благотворительные, птицы счастья и реорганизации. Средства фонда тоже идут на поиск, да? Скорее нет. Нашему фонду хватает собственных задач и собственных ресурсов, которые они собирают. Поиск — это привлечение других фондов преимущественно. Которые специализируются на этом, да? Которые специализируются, да, конечно, конечно. Это и фонд, лицом которого является Чулбан Хаматова, это питерский фонд, Русфонд. Если наши читатели зайдут, наберут Русфонд, сразу выскочит эта картинка, и все увидят, что мои слова не являются голословными там в перечне организаций наиболее успешных по пересадке костного мозга как раз звучит Киров. И когда птица сейчас все собирает, вот, доноров, мы можем сказать, что такую вот такую возможность не имеет ни один фонд, ни Адвита, ни там «Подари жизнь». Такое количество доноров костного мозга в России может собрать только город Киров. У нас огромное количество. Ну, что значит огромное? Всего в мире, в России сделано 110 пересадок. Из них больше половины обеспечили Росплазма, которая нашла этих доноров, и не гематология, которая этих доноров осуществила процедуру донации. И вот это все стало возможным благодаря тому, что Росплазма развивается? Конечно, конечно. И мы, безусловно, благодарны Росплазме. Есть такая информация у народа, что Росплазма – это недостроенный завод, а то, что Росплазма является уникальным учреждением, которое находит доноров, обследует их, привлекает их. И это высококачественные доноры не потому, что они согласились когда-то и прошли процедуру обследования, а потому что они в нужный момент не отказались. И в этом отношении, вот у нас представители Росплазмы сами расскажут про эту вещь, практически нет отказов. То есть обращаются к человеку, если у него нет медицинских отводов по жизни, то он соглашается на процедуру. И в этом отношении мы не уступаем лучшим фондам. И в этом отношении мы можем гордиться качеством наших доноров. Вот сейчас давайте к представителям Росплазмы перейдем. Напоминаю, Александр Хохряков, заместитель генерального директора по медицинской деятельности российского медицинского научно-производственного центра Росплазмы. У нас в гостях и Мария Логинова, начальник отдела донорства этого предприятия. Не просто так, конечно, здесь собрались, а вообще по поводу доноров. Вот сейчас Андрей Валентинович сказал, что мы можем гордиться. У нас доноров столько же, сколько во всей России оставшиеся вместе взятых. За счет чего удалось этого добиться? И кто вообще эти люди? Ну вообще, честно говоря, хотелось бы начать с того, что данное направление... Одно из данных направлений Росплазмы является как раз типирование потенциальных доноров ГСК. И данное направление в учреждении начало развиваться с 2009 года, когда организовалось подразделение, когда пришли сотрудники учреждения. Вот у истоков как раз начало этой деятельности стояла Мария Александровна. Я думаю, что она подробнее потом расскажет все начало. И на сегодняшний день работа за вот эти шесть и более лет набрала обороты. То есть, это направление можно разделить по двум поднаправлениям. Это пропаганда, это привлечение доноров, это очень тяжелая работа. И непосредственно выполнение вот этих высокотехнологичных исследований. Об этом вот Мария Александровна расскажет вам более подробно. И вот то, что делает фонд Юлия Александровна, это неким стимулом является нашей пропаганде. То, которую мы проводим в рамках своей деятельности. Да, вот еще одна важная роль. Поэтому мы, конечно, в этом очень благодарны. Пропаганда. То есть, то, что мы делаем в рамках своей деятельности, в рамках государственного учреждения. Да, мы это делаем с большими усилениями, с большим трудом. У нас подготовлены уже высококлассные специалисты в этом. И менеджеры по пропаганде, по привлечению доноров. Это очень тяжелая работа по всей стране проводится. И вот то, что делает фонд Юлия Александровна, это, конечно, характеризует и общество наше в целом сегодня тоже. Мария, про доноров. Почему у нас их так много? Кто эти люди? Как они к вам попадают? И почему не отказываются? Самый важный момент. Да, хотелось бы рассказать, что на сегодняшний день наш регистр является самым большим в Российской Федерации. Мы ведем свою работу на постоянном основе уже в течение 7 лет. В 2009 году были привлечены первые доноры в наш регистр. И на сегодняшний день, да, как уже говорил и Андрей Валентинович, и Александр Львович, хотелось бы отметить, что наш регистр является малоотказным. То есть если в основном в европейских регистрах 50% доноров идут в отказ, 50%. Обратите внимание, что мы ведь очень часто говорим, что в прошлые годы говорили, что приходится искать за рубежом. Прежде всего там в Германии большой регистр, а оказывается там 50% отказов. 50% отказов, но в связи с тем, что общая база данных у них огромная, больше 25 миллиардов мировая база на сегодняшний день, часто доноры за рубежом все равно находятся. Но у нас на сегодняшний день статистика по отказам 7%. При этом в эти 7% огромное количество входит, ну, в основном это беременные девушки, которые получают временный отвод от донорства. То есть это не постоянный. Они не могут стать реальным донором именно в конкретный момент. Это не значит, что они откажутся, ну, как бы при следующем запросе. И это говорит о том, что мы не только правильно привлекаем этих доноров, мы правильно их мотивируем. И в этом отношении мне бы хотелось как раз вот тоже поблагодарить фонд «Птицу счастья», который дает нам возможность привести всех наших реальных доноров на этот благотворительный вечер. 10 декабря. Да, чтобы эти люди, они выполнили свой долг безвозмездно. То есть абсолютно ничего не получая взамен. Законодательства в этой области, в Российской Федерации нет. Каждый донор боится. Уж поверьте нам, каждый донор боится. Но каждый проходит эту процедуру и понимает, что, наверное, где-то там наверху за него поставлена галочка, потому что он спас человеческую жизнь. Эта помощь, она настолько персонифицированная. То есть ты помогаешь абсолютно конкретному больному. Мария, давайте скажем буквально в нескольких фразах, как это все происходит. Вот есть больной человек, которого спасти может только пересадка костного мозга. Да, значит, если говорить кратко, есть пациент, который нуждается в трансплантации костного мозга. Значит, ему выполняют анализ ошелиотипирования и отправляют в общую базу данных для поиска донора. После того, как, значит, при наличии одного или нескольких доноров для данного пациента, наши сотрудники начинают вести работу уже с донорами. То есть их обзванивают, ну, вообще мы выясняем, живы они, здоровы, где они сейчас, в каком состоянии, могут, не могут. Ну, как я вам уже говорю, большая часть может. Вот, затем мы повторно у них просим образец на то, чтобы подтвердить результат. Образец крови. В крови, да. Что этот донор подходит именно этому пациенту. И затем, где бы этот донор ни находился, мы везем его в наш ней гематологии для осуществления непосредственно сбора клеток. Значит, два способа. Либо костный мозг, либо периферические стволовые клетки. Это на выбор донора. Почти всегда. Что значит периферический костный мозг? Это то, что в позвоночнике находится? Нет. Это находится в позвоночнике, находится в спинной мозг. Значит, в спину делают укол и высасывают мозг из позвоночника. Да, на самом деле, это как раз проблема всего этого, потому что люди боятся от недопонимания. Значит, костный мозг берут из тазовых костей, как правило. Это операция под общим наркозом, и на следующий день донор в отличном настроении идет домой. То есть через неделю его костный мозг восстанавливается. И второй вариант, значит, забора. Когда донор в течение 3-4 дней приходит на стимуляцию, то есть ему делают укол специального препарата, который стимулирует выход стволовых клеток из костного мозга в кровоток. И дальше он садится под аферезный аппарат. Ну, это забирает из крови. И забирает из крови, да. Те, кто боятся общего наркоза, обычно соглашаются на периферические клетки. И тот, и другой вариант, приемлемый для больного. Да. Пересадки. Вот процедура понятна. А интересно, затраты для пациента составляют какие? И оплачивает ли часть бюджет? Мы сейчас об этом поговорим, но после короткого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Фонд «Птица счастья» проведет в Кирове благотворительный балл 10 декабря. Мы рассказываем про деятельность фонда и почему она важна, и как поучаствовать в этой деятельности вам, наши слушатели. Здесь Юлия Свиных, директор благотворительного фонда «Птица счастья», Александр Хохряков, заместитель гендиректора Росплазмы. Мария Логинова, начальник отдела донорства того же предприятия. И Андрей Рылов, заместитель генерального директора по научной работе не гематологии и переливания крови. Андрей Валентинович, пожалуйста, в перерыве, что как-то у нас все очень грустно, и все сейчас в эту грусть упадут. Да нет, Андрей Валентинович. Конечно, мы это рассказываем, чтобы сказать, что вот он не просто шанс, а реальный шанс для людей, которые сегодня думают, что нет другого выхода, и подступает смерть реальная, могут выздороветь и стать абсолютно здоровыми людьми. Но все-таки нам нужно вернуться к вопросу Саши Рассохина. До перерыва спрашивали по поводу затрат для пациентов по пересадке. Насколько это доступно? Ну, во-первых, надо сразу сказать, что у нас медицинская помощь оказывается бесплатно, и я здесь не, скажем так, не пытаюсь играть хорошую мину при плохой реальности. Могу сказать, что сама процедура, например, требующая пересадки костного мозга, оплачивается государством в размере 2 миллионов 200 тысяч, это самая дорогая пересадка, которая существует в нашей стране, это дороже, чем пересадить сердце и печень. 2 миллиона 200 тысяч. Чрезвычайно дорогие медикаменты. И в этой ситуации вроде как нам на пеленки не хватает, на качественное питание и на фрукты. Да, но есть жесткие статьи, которые нам дают возможность тратить деньги по назначению. С точки зрения государства на дорогие медикаменты, и мы на них тратим. А там, где государство недопонимает какие-то вопросы в силу своей неповоротливости, там птицы счастья. И еще. Вот сама процедура пересадки костного мозга. Вот 2 миллиона 200 тысяч, а забор крови костного мозга у доноров, он не предусмотрен государством, или почти не предусмотрен государством. А это тоже дорогая процедура. И там ведь масса вещей, которые в принципе не могут быть перекрыты бюджетом. Например, донор живет в другом городе. Он на период, когда он приезжает к нам, во-первых, он лишается своего заработка. Больничный лист – это не всегда 100%. А то есть человек – бизнесмен. У нас были примеры, когда один из наших первых доноров, он бизнесмен, и обещал детям, своим собственным детям, что вот лето наступит, мы пойдем на рыбалку, мы пойдем за грибами, дети ждут. А в это время мы его находим и говорим, что вот ты должен сдать костный мозг. Он объясняет это детям и тратит 2 недели на то, чтобы оторваться от бизнеса, от собственных детей и осуществить все эти процедуры, связанные с своим дообследованием, процедурой, собственно, задачей и так далее. И еще один момент, который я могу сказать. При всем при этом – это счастливые люди. Это люди, которые могут через 2 года по нашему полузаконному опыту… Почему полузаконный? Потому что нет федерального закона. И когда мы обращаемся к работодателям, к донорам, мы отлично понимаем, что все, что мы делаем, я не боюсь это сказать, это не прописано в наших федеральных законах. Мы стучим во все двери масса средств массовой информации, такая автология, обращают на внимание и законодатели, и общество, но как-то вот ответа нет. Но бог с ним. Все равно люди, которые сдали костный мозг, это счастливые люди. И не случайно эти люди просят оставить их в регистре. То есть по имеющейся практике человек, который сдал костный мозг, может из регистра выйти. Он свой подвиг уже совершил. Но у нас бывают ситуации, когда вдруг надо доздать костный мозг, сдать другие элементы, и человек никогда не отказывается. Вот тут отказов просто нет. Человек, который прошел процедуру, он же понимает, что он один раз вступил вот в эту замечательную вещь. И он сохраняется в наших рядах и будет сохраняться в этих рядах навсегда. Расскажите про... Да, я вот хотела просто рассказать как раз про этого же предпринимателя, про которого говорил Андрей Валентинович. Значит, у него уже прошло три года с момента донации. Он сдавал костный мозг именно под наркозом, эксфузией. Это я говорю о том, что к процессу того, что люди боятся. Вот сейчас, когда мы его приглашали на благотворительный вечер, он не помнит, что он это делал. Понимаете? То есть человек за три года забыл, что он перенес такую операцию. Понимаете? То есть для него теперь это уже ну какое-то фоновое мероприятие, которое прошло. Это вот как раз хотелось бы отметить тем донорам, которые побаиваются там чего-то. Ну и к слову, у нас на самом деле миллион историй. Каждый донор уникален. Каждый донор либо проблемы с работой, либо он там в армии, там военные, еще что-то. Но одним из запоминающихся случаев в нашей, ну вообще вот в нашей истории является первая неродственная трансплантация, знаковая для нашего ней гематологии. Для 11-летнего маленького мальчика, у которого был диагноз апластическая анемия, очень, ну там, болезнь была давно, уже такая залеченная форма, уже шансов было очень мало. И причем интересно отметить, что мальчик, он воспитывается в приемной семье, и ему был найден донор из нашего регистра. То есть это знаковое мероприятие для всех. То есть для института гематологии, для которого это была первая трансплантация неродственная. Значит, для нас это была там, ну одна, я не помню, третья что ли донация костного мозга. Это был милиционер из Мариэл. И на сегодняшний день этому мальчику 14. Он живет обычной жизнью полноценного подростка. То есть вся, вообще, чем вот этот вид помощи хорош, тем, что это не временная панацея, а это возможность быть здоровым всю оставшуюся жизнь. И, ну, также хотелось бы тут, ну, не знаю, наверное, это какая-то там доля пиара, что вот на этом благотворительном вечере мы бы хотели, чтобы вот эти доноры-пациенты встретились. Там есть желание с обоих сторон, и мы как бы хотим привезти этого мальчика и вот этого военного. И это, ну, я понимаю, что мы преследуем в том числе и свои цели, с целью популяризации данного вида донорства. Да хорошие вы цели преследуете. И делайте все, что можно, чтобы эти цели реализовывались. Ну, в общем, и у нас таких историй там миллион. Там каждая история уникальна. Каждый донор боится по-своему. Каждый донор переживает по-своему. Но всегда они все полны позитива. Все. Вот, ну, буквально на днях, тут уже такой интересный случай, я, ну, случайно узнала, ну, потому что я этим занимается у меня менеджер, Наталья Алексеевна больше, что, например, тренер тренажерного зала, в котором я тренируюсь, сдал стволовые клетки для маленького мальчика, но, правда, из детской клинической больницы в Москве. Давайте, у нас остается не так много времени. Скажите, пожалуйста, вот люди, кто хочет, вот сейчас сегодня нас слушают, куда они могут прийти и сдать кровь на стволовые клетки? Значит, все, кто желает стать, значит, потенциальным донором стволовых клеток, может прийти на наши плазмоцентры, которые находятся, ну, в разных регионах, там, области, и там, ближайших, там, Казань, Нижний. В Кирове на Пролетарскую 38. Это передвижные мобильные плазмоцентры. Значит... На самом деле, извините, Мария Александровна, хотел бы добавить, что почему такая уникальная ситуация сложилась, почему у нас самая большая база протипированных доноров, это идет от того, что у нас уникальная структура учреждения самого. Хотелось бы сказать об этом, потому что не хотелось бы, чтобы люди воспринимали Росплазму как некую неповоротливую махину, обезличенную. Там работают люди, и у нас сеть филиалов, сеть филиалов плазмоцентров, где мы осуществляем другую нашу основную деятельность по заготовке плазмы. Это сеть по всему практически Приволжскому округу, плюс сам центральный регион задействован, Кострома. И кроме того, что отдел Марии Александровны возглавляемой проводит работу на филиалах, тоже работают и врачи, и медицинские сестры, которые замкнуты в этом рабочем, во всем процессе. Я бы не хотел, чтобы я о них забывал. Это некая другая сторона. Да, доноры, без них это невозможно, но и без наших специалистов эта работа не была бы просто возможна. Поэтому я хотел, чтобы люди не забывали об этом. Можно я еще два слова? Да, прям два слова, чтобы там все было на позитиве. Значит, наша деятельность началась в 2009 году, но самый большой прорыв у нас случился в 2013, когда мы совместно с ней гематологией осуществили первую донацию. Сегодня у нас их больше 60 уже, мы там успешны. И сейчас я считаю, что очередным нашим толчком развития будет присоединение к нам птицесчастья, которое еще более поможет нам продвинуться в этом направлении. Андрей Валентинович, запрос большой, пациентов много. Да, конечно, конечно. Если говорить в целом по стране, то речь идет о, скажем так, минимум нескольких сотнях ежегодных донаций костного моря. Необходимости. Конечно. Вы делаете 60, и еще 60 по стране делают другие какие-то... 60, это всего сделано. А, всего. Это всего сделано по стране. Ну, тут надо сказать следующий момент, что по-прежнему в стране главным видом пересадок костного мозга является использование костного мозга, которые получены из-за рубежа. Поиск и стоимость вот этой процедуры на наши деньги, скажем так, ну, 23 тысячи евро, вот на сегодняшний день. Курс евро выше, значит, и стоимость в рублях выше. В нашей стране это тоже не бесплатно. Это вот та процедура, которую мы осуществляем при помощи благотворительных фондов, птицы счастья, адвиты и так далее. Вот такие вот цифры с одной стороны. Но при всем при этом есть проблемы, нет законодательства. Конечно. Но если я не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, количество доноров за последние годы растет. Да. Насколько? Ну, я могу сказать... Значит, во-первых, часть вот этих процедур, связанных с обследованием донора, которые колебятся от 12 тысяч до 20, смотря как стараться. То есть можно по четырем локусам, можно по пяти, то есть можно где-то поэкономить деньги, можно делать так, как делает вся Европа. Но прибыль идет на несколько, Майдисана не даст соврать, ну, ну, скажем так, на 10 тысяч в год, да? Да, в целом по стране где-то идет на 10 тысяч в год. Это не очень много. Но при этом хотелось бы отметить, что вероятность поиска донора для рецепиента в регистре как бы местном, она, ну, там, в разы выше. То есть сейчас у нас 1 на 475 примерно. То есть 475 потенциальных доноров это один реальный донор в год? У нас остается буквально одна минута. Юля, сколько человек зарегистрировалось на благотворительный вечер? Сейчас уже больше 300 человек. Вот, и я надеюсь, что, в принципе, мы сделаем именно такой вечер, который запомнится в первую очередь людям, героям этого вечера. То есть они получат медали, они получат благодарственные письма, будет встреча донора с пациентом. Ну, то есть это такие вещи, которые до этого никто не делал. Я думаю, что, конечно, те, кто будут присутствовать, билеты у нас, естественно, платные. Скажи, пожалуйста, эти деньги идут как раз в фонд. Да, они идут в фонд. На те самые потребности, о которых мы сегодня рассказывали. А потом мы уже будем как бы решать. Куда обращаться, если кто-то хочет на этот вечер попасть? Телефон 785353, либо вся информация есть на сайте phoenix43.com. Кстати, там же есть у нас раздел, как помочь. И вот что касается доноров, то есть если ты хочешь стать донором, то есть идет прямая ссылка на НИИ гематологии, на Росплазму, то есть человек может получить полную информацию и связаться со специалистами уже, которые эту процедуру могут осуществить. phoenix43.com. Заходите, для всех, кто интересуется. Птица счастья пройдет, Кира, и благотворительный бал. Мы на нем будем, мы о нем расскажем. Спасибо. 10 декабря бизнес-центр «Кристалл». Юлия Свиных, Александр Хохряков, Мария Логинова, Андрей Рылов. А всем до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова